То оттепель, то морозы. Погода в январе будет переменчивой. Такой прогноз дают синоптики и напоминают, перепад температур нередко происходит в течение всего года. Рассказывает Наталья Гармашова. Любимая зимняя забава детворы – катание с горок. Сильный декабрьский мороз на улицу ребят не пускал, а теперь, когда за окном небольшой по сибирским меркам минус, можно вдоволь разгуляться. Если синоптики не ошибаются, январь не будет уж слишком лютым. Ночные температуры в течение января будут в пределах минус 20-25 градусов, в дневные – минус 11-16. При этом в первой и третьей пятидневках ожидается похолодание. Дочери до минус 30-35, в дневное время до минус 13-18 градусов. Снега в наступившем месяце много ждать не придется. Осадков выпадет меньше, чем обычно бывает в январе. А хотелось бы сугробов, зима все-таки. Несмотря на то, что в январе столбики термометров будут то ползти вниз, то подниматься вверх, все же средняя температура ожидается в пределах нормы. Это минус 18 градусов. Небо, а то будет затягивать морозная дымка, а то оно будет становиться ясно синим. А того январь еще в народе прозвали просенец. А еще это середина зимы, так что можно радоваться, до весны рукой подать. И весна, и лето, и осень. Каждый следующий сезон будет радовать, удивлять новыми температурными рекордами. А может и огорчать. Как, например, минувший декабрь. Дважды Хакасию накрывал циклон сильными морозами. Первая волна оказалась аномальной. В Матуре термометры показали 44, в Первомайском 42. В столице республики на 6 дней среднесуточная температура опустилась ниже климатической нормы почти на 20 градусов. 19 числа термометры показали аж 38 мороза. И все же это не рекорд. В декабре 47-го в Абакане метеорологи зафиксировали минус 46. Не радовала погода и в ушедшем году, и весна. Показатель средней температуры за сезон оказался на 2-3 градуса ниже средних многолетних значений. В начале мая местами наблюдались повсеместно заморозки. К концу мая температуры достигли практически летних значений. То есть от 20 до 25 градусов, местами от 30 градусов и выше. Эти показатели подхватил июнь. Лето выдалось теплым и дождливым. За три месяца набралось больше 20 знойных дней с температурой выше плюс 30. Эстафету хорошей погоды приняла осень. В октябре фиксировалось максимум плюс 22. Даже в ноябре доходило до 11 тепла. Ночами тоже долго не наступали заморозки. Такой разной была погода в минувшем году. Встречаем новый 24-й и пусть всем в нем будет комфортно. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.